Привет, друзья, подписчики мои! Это третья часть дороги на Бэйблэй Слэм 2, которая будет уже в это воскресенье. У нас сегодня шестой сезон, определится один чемпион, который будет драться в Бэйблэй Слэм в финале с вот этим волчком. Концепция какая? Я разложил все волчки по два, как бы да, это будет рандомная такая битва, плюс-минус, ну, в смысле, я рандомно разложил, битва будет не рандомная, да, до одной победы. Вот, но у нас проблема, у нас есть два волчка Валькири и Лангинс, которые, вот они вдвоем, да, как бы, и есть два вот этих волчка, не знаю, что с ними делать. Не дать им поучаствовать я не могу, вот, поэтому, но и давать им биться, а просто будут всех выбивать. Поэтому давайте мы выберем одного сильнейшего из этих волчков, узнаем, кто это, а тогда в финале сразятся вот с этим, вдруг победят. Поэтому я думаю, это будет честно. Все, мы начинаем сразу битву, полетели. Первые два соперника у нас Белял и Хеллоу Китти в правую сторону. Сейчас, секунду. Погнали. Все. Выбивание с ринга. Хеллоу Китти. Хеллоу Китти. Молодец. Мы идем дальше. У нас сразу следующий бой. Не будем мы здесь долго тянуть. У нас сегодня действительно очень много битв, поэтому погнали сразу. Левосторонний богомут, каким-то образом залетевший сюда к нам на вечеринку, который творит дичь, портит нам ролик. Так. Я... Я не... Ну я... Я не знаю. Что? Что это такое? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что это за ерунда? Ребята, я не знаю. Я просто... Давайте мы поменяем соперников. Я не могу с каким-то тихом... Как бы... Я не знаю. Как бы с одной стороны ничья, а с другой стороны... Этот проиграл и выиграл не совсем честно. Поэтому... Давайте мы его уберем и Роктавора отправим дальше. Потому что это был какой-то сюр. Я такое ненавижу. Я такие вещи не люблю. Я вообще бы, честно, запретил бы всех левосторонних волчков на турнирах. Потому что... Ну реально бесит. Я бы запрещал. О, слушай. Да, какая интересная идея. Запретить на турнирах левосторонних волчков. Как вам? В комментариях напишите. Потому что эти ничьи постоянные... Это... Они вообще стороны там меняют у сприганов. Я... Я против этой фигни. Это бред. О! Победил Ахиллес. Ну это было... Это было предсказуемо. Мы идем дальше. У нас следующая битва. Фафнир. Против Феникса. С другой стороны, если запретить левосторонних волчков... Что-то у меня камера трясется. Господи. То будет Роктауар побеждать. Это тоже не есть хорошо. Хотя... Роктауар не такой уж и сильный. Поэтому даже не знаю. Итак. Слышишь, как они металлом своим скрижетают. Итак. Ну вот снова эта ничья. Вот снова этот Фафнир. Я не буду. Фафниры я скипну на правилах ведущего. Все. Мне по барабану. Фафниры у нас в турнирах не участвуют. Все. Вы можете за это меня ругать, не ругать. Но я хочу настоящих битв. А не вот эту ерунду с перезапуском. Я решаю, кто сильнее. Все. Хочешь ничьё, Фафнир? Ты больше участвовать нигде не будешь. Я тебя искренне люблю. Но ничья меня не устраивает. Вот и все. Нам нужны честные поединки. Это бред с ничьей. Это бред. Итак. Было мне просто их всех снять соревнования. У нас там еще бахамута дальневосторонние. Слушай, ты посмотри, а. Сприган убираем. Все. Мне... Я не буду. Я не буду. Это все бред. О, Проминенс Валкере. Оригинальная Токаратомия. Против вот этого вот. У меня реально битв очень много. Но это постоянная ничья. Вы можете меня ругать, ненавидеть. Но давайте будем неделю снимать ролик с ничьими левосторонними волчками. Если выиграет Богомут честно, то я его оставлю. Если он проиграет, то я его... Если будет ничья, я его скипаю. Как вам такое предложение? Че раньше не догадался до этого? Все приходит со временем. Я даже не буду. Нам нужны честные битвы, понимаешь? Ты посмотри, а я обещал. Я... Смотри. Три волчка и три ничьи. Просто вот. Ну, идите нафиг. Возможно, надо было... А, возможно, надо было их вчетвером как-то. Типа, надо было поставить поединки, чтобы они вчетвером сражались. Так было бы честно, наверное, да? Но все. Все. Чему быть, того не исправить. Погнали. Два... У нас остается четыре соперника. Вернее, соперник у нас еще много, кстати, остается. Так, Вайнкнайт. И Рафаэль. Надо было мне левосторонних поставить биться с левосторонними, да? А потом так или иначе они будут биться с правосторонними. Поэтому толку-то какого. Ой. Все странное сейчас произошло, но выиграл Рафаэль. Я за такую вот честную победу. Потому что левосторонние это все... Ну, это бред. Я даже их вот обвиву в коробку. У меня они бесят. Бесят какое-то настроение злое. Так, ну чего. У нас остался Темпас Дракон. Который, кстати, сказать, ты не должен был здесь сегодня участвовать. Но... А он и не должен участвовать. Он же у нас и так в Бэйбл и Слэме уже принимает участие. Так что мы его убираем до Бэйбл и Слэма. Он же не должен участвовать. Ну и давай. Два волчка. Мои любимые. Это Валькирия, конечно же, естественно. И... Скалибур. Такой, знаешь, нерадив... Ого! Он даже нормально запустился. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И у нас Лонгинус остается, друзья мои, Гилти. Лонгинус, который тоже левосторонний. Может его сразу убрать. Глазам не верю, победил Скалибур. Я... Я ему даю сразу матч против Лонгинуса. Сразу. Я тут батя, я тут чемпион. Погнали. Мое шоу, мои правила. Ну, вообще... Это считалось. Это считалось. Глазам не верю. Все. Мы двигаемся потихонечку дальше. У нас остаются самые нормальные волчки. Это Феникс. И Ахиллес. Обожаю Ахиллес. Здесь он сегодня выиграет. Да что ты будешь делать, а? Погнали! Вот. Вот сейчас хорошо. Вот. Что это? А было касание, друзья? Что-то я пропустил. По-моему, касание было. Я не понимаю. Нам просто... Почему ты не на пускалке не держишься? Нам просто мешают... Мешают, посмотри, а? Перезапуск. Нам просто мешают проводить Бэйблэд Слэм. Ну, что такое? Раз. Два. Все. Не считалось. Ненавижу перезапуски. Ненавижу ничьи. Ненавижу длинные битвы. Люблю Бёрсту. Дайте Бёрсту! Это был Бэйблэд Слэм второго сезона, третьего. Реально. Ну, Ахиллес уже одно очко есть, так что... А вот и второе. Я за него искренне рад. Роктавор. Против Хэллоу Китти. Интересно. Ты криво запустил Роктавор, а вам не показалось? Только не ничья, умоляю, господи, боже мой. Роктавор выиграл. А, у нас 1-0. Просто, ну, реально обидно, что классные волчки по ничьей скипываются. Ну, слушай. 1-1. Подожди, или... Да, 1-1. Всё правильно. Обидно, что по ничьей выбиваются классные волчки. С другой стороны, наверное, в этом и смысл подобных битв, подобных роликов. Всё равно обидно. Итак. Не, у нас сегодня реально шестой сезон. Прям мясо. Мастер Роктавор проиграет. Ну, наверное, да. Он, наверное, недостоин. Мы идём дальше. У нас Хэллоу Китти против Ахиллеса. Ой-ёй-ёй-ёй. Чё с пускателями? Слушай, я немножко запереживал за Ахиллеса. Я не люблю Ахиллеса. Ни Юниона не люблю, ни Инфинити не люблю, ни Зет Ахиллеса. Ничего за Зет Ахиллеса. Но вот этого я обожаю. Хотя название Зет Ахиллес отстойно. Ого! Он был близок к провалу! Друзья, давайте придумаем новое название для этого Ахиллеса. Зет Ахиллес отстойно звучит, реально. Слушай, один-один. Один-один. Неужели Хэллоу Китти? Я глаза не поверю. Неужели Хэллоу Китти? Просто жесть. Погнали. Реально насыщенный, динамичный бой. Арена ушла из кадра. Так. Слушай, Ахиллес выиграл. Красавчик. Это хорошо. Мы идем дальше. Волчки у нас еще остаются. Это еще не конец ролика, вы не подумайте. У нас еще бит все не дофига. Рафаэль против... Какого-то непонятного волчка. Сейчас еще Рафаэль проиграет. Сейчас еще Скалибер выиграет Бэй Блэд Слэм. Я не знаю, что это было. Я перезапущу. Кто выиграет, тот выиграет. Если будет ничья, то будет ничья. Давайте мы запустим первого этого Рафаэля. Прям сюр творится. Прям... Я не знаю, видно ли это в кадре, но происходит какая-то дичь. Надеюсь, Бэй Блэд Слэм... Все. Это конец. Это фиаско. Это все. Вы понимаете, что случилось? Он выиграл. Он выиграл! Он выиграл! Жесть! Жесть! Трэш! Погнали! Стоп! Плохо запустил. Ой-ой-ой-ой-ой! Рама один раз летает! Все! Берсту-берсту-берсту! Ну и, в принципе, наверное, и все. Два очка, это считалось, да. Рама слетает один раз. Второй раз я ее не надеваю. Это мои правила. Я не буду... Я у Диаболоса в свое время снял эти пипки с попки, но... Надо было и у Феникса все поснимать. Я... Я вообще уже не понимаю, что происходит. А происходит следующее, что Феникс... Неужели он настолько силен, что победил сегодня всех и пройдет финал Бэй Блэд Слэма? Да вряд ли, вряд ли. Ой! Все. Так, значит, рассказываю, что мы делаем дальше. По идее, в пятом сезоне два этих волчка на Бэй Блэд Слэме у нас увидятся. Из пятого сезона. Это у нас Сприган и Соломон. Но! У нас все-таки титул на кону главный, поэтому... Два этих волчка встречаются у нас сейчас друг с другом. И уже кто-то из них встречается с нашими максимальными Белелами. Хотя... Хотя... У меня есть план. Давайте-ка мы побаттлим, знаешь что? Против Белелов побаттлим сразу. Вдруг они вообще не выиграют? Ну, я думаю, все было видно. 1-0 за Ахиллесом. Я прям немножко... Я не могу комментировать, я прям сконцентрирован на этой битве. Очень интересно, очень необычно. А вы не верили, что Ахиллес сильнейший? Секунду. Я немножко... Ну, Ахиллес. Ахиллес победил золотого. Классно. Я очень рад. Теперь у нас Феникс против такого же Белиала. Ну, это на равных условиях, поэтому... Я не хочу просто, чтобы Ахиллес сейчас бился с Фениксом, а потом с Фениксом бился в Бэблэд Слэме. Мы тогда все узнаем. Ну, правда, там китайский Феникс. Ну, ладно. Раму надо еще искать от китайского Феникса. Тыдыть твою, растудыть. Ладно. Ну, достойно. Достойно. Я думаю, что шансов у Феникса, конечно, мало. Но это было достойно. Погнали. Я, честно признаться, думал, что кто-то из них войдет в финал Бэблэд Слэма. Ну, этот или этот, но... Хотя... 1-1. 1-1. Творится что-то невероятное. Я... Я... Я не поверю. Погнали. Друзья. Проминенс. Валькирия. Обалдеть. Обалдеть. Эти два волчка не участвуют в Бэйблэд Слэме. Кто бы мог подумать. А у нас, по сути-то, что вышло, что Ахиллес против Проминенс в Валькирии сегодня от Токаро Томи, а уже в это воскресенье, либо у нас склестнутся Токаро Томи с подделкой, либо Ахиллес будет драться с подделкой в Валькирии черной. Получается, что Проминенс все-таки в Валькирия одна из сильнейших волчков. И да, 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 я не хочу этого. Я не хочу, я не верю. Ну, вы видели сами все, конечно, если бы у нас левосторонних было больше, возможно, что-то бы изменилось, но по факту он без рамы стал даже лучше. Ребят, я не ожидал. Я правда думал, что у нас в Бэйблэд Слэме в финале будут биться два этих парня. Но по факту и Ахиллеса расшатали максимум Беллиала, и Проминенс в Валькирия расшатала Беллиала, победили. Так что... Но это жесть, это жесть. Ладно, такова судьба, видимо. Я надеялся, что, да, победил Проминенс в Валькирии от компании Токаро Томи. Честно, надеялся я, что все-таки выиграет Ахиллес. Но, как бы, без подстав, без прикрас. Да, мы немножко скипнули левосторонних, но в целом все было честно. И у нас финал Бэйблэд Слэма. Глазам не верю, но это будет так. Флейм Проминенс в Валькирии против Токаро Томи Проминенс в Валькирии. И уже в этом воскресенье, друзья мои, Бэйблэд Слэм 2. Вот такое у нас сегодня было видео. Подписка, ставьте лайки, всем дочкам, всем пока-пока.